РЖД ТВ Игорь, Матвей, с победой в турнире Локобол 2022 команда 2010 года Академия Динамо Воронеж. Я вас поздравляю с пылу и жару. Буквально только что завоевали этот прекрасный трофей. Что первое приходит вам в голову, когда вы осознаете, что вы чемпион? Мы пока еще не осознали, что мы чемпионы. Наверное, в дороге. Сейчас, когда будем ехать домой, немножко остынем от эмоций и поймем, что мы выиграли и победили. Ты что думаешь, Матвей, на этот счет? Я думаю, что всю игру сделал для нас вратарь Валера Васильев. Я хочу сказать ему спасибо за отраженный пенальти. За три. И хочу сказать ему еще раз спасибо. Эмоции. Согласен с Игорем Гиналевичем. Еще они отошли. И в поездке будет, скорее всего, для нас веселье. Без сомнений. Это будет одна из самых веселых поездок. В качестве победителя уезжаете вы с фестиваля футбольного. Плюс победили в финале «Локомотив». Как сложилась эта игра? Скажите, пожалуйста, в двух словах. Ну, финал достаточно сложный был. Это был действительно финал. Сыграли 1-1 в основное время и довели в серии пенальти, где победили. Сложный финал. Но это только верхушка айсберга. Ведь надо помнить о том, что вы прошли несколько этапов, прежде чем попасть в этот самый суперфинал. Оглядываясь сейчас на этот путь, что думаете? Что стало главным в этом вашем успехе? Мы провели хорошую работу. Сыграли несколько этапов, где тоже удержали победы. Для нас это хороший урок. В этих турнирах дети прибавляют. Становятся сильнее. Такие турниры нужны как можно чаще. И стать чемпионом в таком турнире – это, конечно, счастье. Матвей, что скажешь про соперников? Как тебе и вашей команде вообще игралось на протяжении всего турнира и конкретно суперфинала? Ну, игралось нормально благодаря тренерам. Они гоняли нас на тренировках. Группу прошли, можно сказать, спокойно. А в стыковых матчах нам повезло больше. В каком смысле? Что там повезло? С Енисеем играли. Первый танк сыграли 0-0. Во втором просто наша команда была чуть заряженнее и больше хотела победить. А с Локомотивом нам больше повезло в плане пенальти. Пенальти – это лотерея. Никто никогда не может предугадать, как сложатся обстоятельства. Больших побед не бывает в пистолике успеха, поэтому все совершенно справедливо. Команда, кстати. Вот, ребята, привет, молодцы. Вам тоже поздравления. Ведь все эти три дня проходил финальный суперфинал турнир. Жара страшная. Как справились вообще? Все были в одинаковых условиях. Справлялись, как и все. Водичка, тенек. Вот получилось. Расскажите про вашу академию. Как вы занимаетесь, насколько много у вас возрастов и так далее. Сколько человек занимается в вашей академии? Наша академия – это филиал Московской академии. Наши академии ровно год. Открылись мы в том году. У нас отличные условия, тренировочные условия, манежи, поля, то есть лучшие условия в городе. У нас отличные условия в городе. Вы прошли сначала городские соревнования, потом региональные на уровне субъекта и, наконец, суперфинал. Что из этого всего вы можете подметить? Глобальный турнир, разные футбольные школы. Что-то, какие-то выводы уже успели для себя сделать по поводу всего вот этого вот большого такого турнира под названием «Накобо»? Ну, как тренер, конечно, оценили наших ребят. Способности – очень сложный турнир, сильные команды, все победители своих зон. Посмотрели на что мы способны и к чему нужно дальше стремиться. А насколько атмосфера праздника, которая сейчас происходит здесь в Лужниках, помогала или, наоборот, давила, может, нервировала? Матвей. Мне кажется, когда прошли, вся команда успокоилась и даже немножко обрадовалась, что мы едем в Лужники на эту, можно сказать, легендарную арену, и все хотели сыграть на ней. Хоть и получилось то, что играли не на самой, а так, на запасных полях. Как, что, точнее, нужно сделать для того, чтобы эти победы не расслабляли команду, чтобы они мотивировали на новые какие-то успехи? Как думаешь? Ну, тренера не дают нам расслабляться, все время можно сказать Пашам, что дома, что тут. Тяжело было играть в эти три дня из-за погоды. А дома ждет остальная часть, которая не даст нам расслабиться. Ну что ж, я вас еще раз поздравляю с победой, всю команду. Желаю вам успехов спортивных и человеческих, жизненных, чтобы все у вас задуманное получалось. Академия «Динамо-Воронеж», 2010 год рождения. Чемпионы, чемпионы «Локопол-2022» здесь, в Мекке российского спорта, в Лужниках, совоевали этот трофей буквально только что, и мы пообщались с чемпионами программы «Тема часа» на РЖД-ТВ. С Днем железнодорожника, с праздником, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова